Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Накануне 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана мы будем говорить с гостем студии о наших земляках, прошедших эту войну. Присоединяйтесь! Михаил Григорьевич Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Родился 21 ноября 1962 года в Ленчицком районе Гомельской области. В 1981 году был призван в ряды советской армии и направлен в Афганистан. Служил сапером отдельного инженерного батальона 201-й дивизии. В 1982 году был тяжело ранен в бою. За образцовую воинскую службу награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу от благодарного афганского народа», почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году Михаил Жукевич получил высшее образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны на физическом факультете. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил областной комитет общественного объединения «Белорусский союз молодежи». С 2000 по 2004 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 был председателем Совета по делам религии и национальностей Гомельского облсполкома. Затем два года работал заместителем начальника главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома. С 2010 года и по настоящее время председатель Гомельского обкома профсоюза работников культуры. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Добрый вечер. Михаил Григорьевич, Вы помните, когда и как Вы узнали о том, что Ваша служба будет проходить в Афганистане? Наверное, такой даты на сегодняшний день нет. То, что шла война в Афганистане, мы об этом знали еще, находясь, как говорится, в школе в 10-м классе, когда обучение в школе среднего образования 10-м классов было, потому что такое произошло. Ну и то, что нас призвали в армию очень рано, потому что 26 марта был приказ министра обороны об очередном призыве на военную службу. А 29 марта нас уже выдали повестки и нас призвали в армию. Переедели в Минске и 11 суток нас везли в специальном эшелоне, был специальный армейский эшелон. Привезли в Тормезе. И уже в Тормезе, когда мы проходили курс молодого бойца, месяц мы там находились, мы знали о том, что нас готовят в Афганистан. Единственное, что, ну, наверное, процентов 2 из общего количества остались служить в Тормезе. Несколько, я думаю, что тоже небольшого количества людей, их распределили по учебным подразделениям специализированным, это на полгода так называемая учебка. Всех остальных отправили служить в Афганистан. То есть мы где-то, вот в марте были призваны, и где-то уже в апреле месяце мы знали о том, что будем служить там, и уже майские праздники мы отмечали в Афганистане. Ну, информация о том, что вам предстоит, у вас была? Нет, конечно нет. Это что, какая там служба и так далее, ну, разве за месяц где-то что-то узнаешь, знали, что там идет война, а то мы знали. Вот, а так кем будешь? Я, например, скажу честно, что я проходил курс молодого бойца этот месяц в танковом батальоне, никогда в жизни не думал о том, что я буду сапером, потому что мне придется все это изучать, все это проходить, все это преодолевать и климатизироваться и так далее, привыкать к новым условиям. Все на месте. Какое настроение было в дивизии? Помните? Ну, по всей дивизии, на нашем подразделении. Я вам скажу, что встретили, вот когда мы пришли, встретили нас хорошо. Вот, у нас, в Афганистане, вот когда я пришел в молодое пополнение, там всего 8 человек было молодых, а все остальные, уже, кто и попал года, и те, которые дошли до тех, которых нужно было уже увольнять, два года отслужили. Вот, поэтому нас встретили неплохо. И первое время, скажу честно, что пока мы не знали, что это такое, где и как, нас просто-напросто как цыплят учили. Конечно же, службу несли, как положено, это и караульная служба, это и дневальные, это и боевое охранение, все. Ну, а через 2-3 недели, вот так вот, когда мы уже немножко акклиматизировались, нас начали брать уже на какие-то на боевые операции, но опять-таки, вот я в саперном батальоне служил, у нас обязательно был так называемый саперный расчет. В саперном расчете был всегда один опытный, один, который, как говорится, проходит так называемый курс, который учится и так далее. Вот, ну и, конечно же, старослужащие солдаты, я не знаю, как у других подразделений, по-разному уж бывало, вот, нас старослужащие солдаты защищали молодых, вот. Вот, не давали там, где возможность, как говорится, спрятаться, они нас спрятали. Вот, но, но, прекрасно знаешь о том, что ты пришел в армию и тебе служить 2 года. И 2 года за чьей спиной, как чьей угодно, или же где-то, как говорится, спрятаться ты не сможешь. Поэтому добросовестно, честно служили и все. И, конечно, когда уже служба пошла на второй год, когда уже дальше начал служить, конечно, там уже начал думать о том, что, ну, вот этот максимализм, как говорится, он должен куда-то уйти, потому что кроме себя нужно думать о том, что тебя ждут родители, родственники. Это не просто служба была, Михаил Григорьевич, вы ведь жизнью рисковали. Какие боевые задачи приходилось выполнять в Афганистане? Понимаете, я вам скажу, что если сегодня рассказывать какие-то подвиги, какие-то подобные, так, ну, наверное, это будет и неинтересно нашим телезрителям. Вот. Почему? Потому что, понимаете, об этом много на сегодняшний день снято, фильмов и так далее. Вот. Скажу лишь одно, что кроме боевых задач, вот, они были, и немало их было, конечно же, вот, советские солдаты в Афганистане оказывали очень огромную, так называемую, трудовую помощь. Вот. Это и строительство дорог, это строительство мостов, это охрана объектов, это и доставка продуктов питания, это и доставка, и строительство трубопроводов, всевозможных для жизни обеспечения этой страны. Вот. Ну и параллельно, естественно, что оказывали интернациональную, так называемую, военную помощь, вот, по защите наших южных рубежей. И когда на сегодняшний день начинают там осуждать, правильно это было и неправильно, я всегда говорю, что, ну, наверное, это может это не тот, кто был там, кто это еще видел, кто это еще прошел. Прежде всего, он должен оценить. А я уже не один раз приводил эту пословицу одесскую, когда одесчиты говорят, что каждый мнит себе героя, видя бой со стороны. Вот. Конечно же, с одетов, с кабинетов каких-то все это видеть и делать выводы, ну, это проще, наверное. Вот. Поэтому, естественно, что параллельно с боевыми задачами были так называемые, я их называю, трудовые, то есть оказание помощи. И я вам скажу больше, что у нас вот на сегодняшний день хорошие связи есть с нашими друзьями там с Россией, с Украиной, с Молдовы. И мне очень где-то по вот так вот такая зависть есть, вот, что на сегодня у них есть такая возможность и денежная и так далее. Вот. Вот они уже не один раз, например, побывали в Афганистане после того, как вывели войска, вот в настоящее время, вот они присылают и фотографии, вот, оттуда до сегодняшнего дня эти полигоны машин там еще до сих пор не переработанные и так далее. И вот есть снятые такие небольшие фильмы, где берут интервью у тех же жителей Афганистана, и вот они говорят, что когда были шурови, то совершенно была, как говорится, другая жизнь у них. Потому что наши солдаты, я еще смотрю, кроме того, что оказывали военную помощь, они оказывали людям еще и слишком много помощи в мирной жизни. А то, что сегодня военное вмешательство других стран там, ну, я думаю, что все здравомыслящие люди видят, что, ну, проще всего, поднять самолет и отбомбить, обработать, как говорится, местность и улететь. Это проще всего. То есть уничтожить тот боезапас, который сегодня в стране не нужен, его нужно где-то уничтожать. Михаил Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы со своими бывшими сослуживцами поддерживаете сегодня связь? Ну, конечно, конечно, с многими сослуживцами и те, кто служил уже почти меня, потому что в интернетах, например, на сегодняшний день же есть, например, там полевая почта и так далее. Опять-таки, сегодня благодаря россиянам у нас в интернете есть сайт, где полностью все военные части, которые проходили службы в Афганистане, все есть, можешь в любое время найти по этому сайту, в каком году, там, где эта часть стояла, кто был командир и так далее. Вот. Ну и, конечно, у меня здесь, в Республике Беларусь, земляк, мой командир проживает, он в городе Минске, вот, до сегодняшнего дня кирует городе Минске, Минской областью, комиссариатом, вот я вчера с ним разговаривал. Вот, так что... Спасибо большое. А что вы знаете о войне советской армии в Афганистане? Ответы гомельчан на этот вопрос дали в нашей рубрике «Есть мнение». Помогали афганцам какую-то власть другую, я сейчас не могу, значит, я хочу знать какую, там и до сих пор парадка нет, ну, ту, которая поддерживала Советский Союз власть, вроде как демократическую. А нужна была эта война? «История рассудит, мы сейчас не можем судить, видимо, надо было, потому как они подбирались к нашим границам, эти боевики, их так тогда не называли, но они, значит, подбирались же к нашим границам, это была непосредственно наша граница». «Ничего не знаю, ну, надо вспоминать, не знаю, ребята, я, трудно сказать, сразу так, сходу». «Ну что, угробили 15 тысяч солдат, больше ничего, и с позором ушли». «Я много чего знаю, это мой возраст, в смысле моего возраста, мужчины туда уходили, в Афганистан. Встречаюсь иногда с которыми, которые прошли Афган. Мне трудно об этом говорить, честно говоря. А что вы хотели узнать именно?» «А нужна была эта война?» «От себя скажу нет. От них хорошо защищать свою родину». «Она, наверное, не нужна была, потому что только люди наши погибли». «Только отрицательно, естественно. Война в Афганистане совершенно не нужна была Советскому Союзу, потому что это другая религия, другой народ. Но для поддержания просто общего мира на планете или, как говорится, на материке, так это может как бы немножечко способствовать вмешательству наших войск там. Но это отрицательно сказалось на нашей внешней экономической политике, на имидже Советского Союза, Европе и в мире в целом». «Ну, конечно, знаю. Нужна ли была ли она? Знаете, в то время, наверное, мы так патриотично ко всему относились, что считали, что она нужна была. То есть мы помогали своим, как это говорится, друзьям. То есть мы же все люди добрые, дружим очень со всеми странами. А дружба для нас была превыше всего. Сейчас, конечно, я, во всяком случае, уже считаю, что, наверное, и без нас могли обойтись. Несколько мам, у которых дети погибли. Я с ними была знакома, и мы жили там рядышком. И такая трагедия страшная была. Я считаю, что это ужас вспоминать. Лучше мы не будем этого вспоминать. Не дай бог, чтобы это еще было. Вот как раз для того, чтобы ценить мир людям, и нужно помнить о войне, как мне кажется. Михаил Григорьевич, как Вы относитесь к таким высказываниям, что только негативный след оставила эта война? Вы знаете, сколько людей, сколько мнений, конечно. Мне очень понравилось первое интервью с пожилым мужчиной, когда у него спросили, нужна ли война. Он сказал очень разумно. История рассудит. Но, наверное, нужна. Но когда люди, которые, наверное, не соприкоснулись с этим, не видели и так далее, говорят о том, что не нужна, и мы оттуда ушли с позором, ну, я не знаю, с каким позором. Понимаете, нас вот так вот привыкли, вот когда вот этот занавес открылся, вот разрешили говорить, что каждому свое мнение и так далее, вот понимаете, если американцы воевали в 12 странах, их люди никогда в жизни не осуждали. Не за вьетнамскую войну, что не ее проиграли, не за другие войны, где они там, в Камбодже и так далее, вот. А наоборот, вот когда солдаты прошли эту войну, государство для них сделало все возможное для того, чтобы они прошли реабилитацию и лечение и так далее. Когда президент Соединенных Штатов Америки принял решение бомбить Афганистан, его не осудил никто. А у нас, видите ли, Советский Союз терял имидж о том, что война в Афганистане была. Понимаете, если кто-то не был на афганской земле, он не видел, что там было. Он не может так вот просто, ага, вот так я, видите ли, где-то услышал, там мне тот сказал, мне тот рассказал и так далее. Знаете, Афганистан в то время, 1362 год, когда я служил, это страна оружия, я уже не раз говорил об этом, и страна наркотиков. И если бы в то время мы не поставили заслон вот этому всему, все эти наркотики, все бы это оружие было у нас в то время. Вопрос в другом. Нужно ли было держать 10 лет войска в Афганистане? Вот где тема, тема для политиков. Что нет, конечно. Ввели войска, там более-менее стабилизировалось и так далее. Но опять-таки, смотрите, мы ушли с Афганистана, нашли причину. Ага, там уже хели, они сегодня угрожают терроризмом и тому подобное. Все, уводим войска НАТО и будем бомбить. Опять-таки. И никто сегодня не говорит о том, правильно это или неправильно. Когда наши солдаты выполняют интернациональный долг, такого никогда в жизни не было. Что если бы в каком-то ауле, в кишлаке и так далее есть мирные жители, и мы туда начали слепо, как говорится, бомбить, стрелять и тому подобное. Да нет, конечно же. Именно поэтому, Михаил Григорьевич, мне очень хочется, чтобы люди слышали голоса очевидцев, голоса свидетелей, голоса людей, которые прошли Афганистан и не верили слепо каким-то вот заявлениям. Скажите, сколько уроженцев Гомельской области принимали участие в войне в Афганистане? Ну, на момент вывода войск из Афганистана 4,5 тысячи наших уроженцев принимали участие. И более 500 человек – это воины-интернационалисты, которые принимали участие в других странах, где велись боевые действия. На сегодняшний день у нас ежегодно проходит сверка наших воинов-интернационалистов. Сегодня у нас в области проживает где-то порядка трех, 3630, вот так вот, это ветераны войны в Афганистане. И где-то около 3780, по-моему, 72 или 73 человека. Это наши воины-интернационалисты в общем, то есть всех. Это и вольнонаемные, это и интернационалисты в других странах. Вот так что с каждым годом, вот если когда-то случилось в Чернобыле, очень много кто поезжал с нашей области, где-то нашли другие места и так далее, такая сегодня одна причина, когда численность нашей организации падает, это люди уходят в мир иной. Михаил Андреевич, а сколько человек не вернулось из Афганистана? В нашей Гомельской области мы когда-то лет 10 назад издали фотоальбом «На веки у памяти». Вот мы тогда поработали и с архивами и так далее. У нас на территории нашей Гомельской области 119 человек погибших, похоронены на наших кладбищах. Вот, пять человек похоронены за пределами Гомельской области и два воина-интернационалистов. У нас есть один в Сирии, один в Египте погиб. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу. 77 68 45, номер телефона прямого эфира. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, как появился Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане и когда была создана областная организация? Ну, это еще далекие времена, когда начали первые приходиться в Афганистане военнослужащие. Тогда еще комсомол был. Комсомол оказывал очень огромную помощь в становлении, в объединении этих людей. Вот, вначале были какие-то клубы. Вот, например, у нас в Жлобине, в Калинковичах были такие клубы. В Гомеле затем была создана организация воинов-интернационалистов. Ну и так вот с годами и так далее. И вот затем была ассоциация воинов-интернационалистов. Ну а затем еще это на такие организации, крупные организации, ассоциации, они объединились. И был создан Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. То есть Белорусский союз, он уже создан на базе чего-то. То есть уже были организации, уже была структурированная организация. Ну и на сегодняшний день у нас структура, у нас в каждом районе есть наша структура. У нас есть первичные организации на предприятиях крупных. Это, например, на БМЗ есть, на Злини есть, на ВРЗ, на заводе, там, где много работают людей. Поэтому там у нас есть первичные организации, на том же БМЗ человек 20 работает, на ВРЗ 7 человек работают. Но они так вместе, как говорится, держатся. Скажите, все ли бывшие воины-афганцы сегодня охвачены вниманием областной организации? Или с кем-то вы не поддерживаете связь? Понимаете, до такого у нас, хоть у нас организация и фиксированное членство. Вот у нас на сегодняшний день где-то порядка 1600 человек фиксированных членов, кому выданы билеты нашей организации. Но организация ни в коем случае не дистанцируется от кого-то. Все, кто проходил службу в Афганистане, мы никогда в жизни никому не отказывали. Просто в другом здесь, понимаете. Когда-то лет 10 назад мы проводили городскую конференцию, может, чуть больше проводили городскую конференцию в городе Гомель для того, чтобы создать какой-то такой фонд наш афганский. Потому что с каждым годом афганцы стареют, заболевания приходят и так далее. Людям нужно помогать. Ну, многие отказались от этой идеи. Меня в другом, я не хочу никого упрекнуть, нисколечко. Не хочу. Организация создается для того, чтобы быть и в радости, и, конечно, не в радости. Хотелось бы больше быть в радости. Но приходят люди, которые... Ну, я даже не скажу вам честно, что находишь и телефоны, находишь и адреса и так далее. Задаешь вопрос. Ну, хорошо. Ну, скажите. Вот мы каждый год проводим то-то, другое. Я не знал. Ну, как же не знал? Я вам просто приведу пример один. Я не хочу еще раз повторять. Никого сегодня обидеть. Вот где-то в начале 90-х годов и так далее была самая большая проблема у нас в городе. Это жилищная проблема. Я тогда работал вторым четвергом обкома Комсомола. У меня каждый четверг вечером с шести, после работы и до восьми, был штаб. Потому что я параллельно был председателем городской организации воинов-интернационалистов. Был штаб. Как нам решить эти проблемы? Все приходили. Приходили по сто, по семьдесят, по восемьдесят и так далее. Люди говорили, мы обсуждали это. Мы письма писали на город и так далее. Слава Богу, городские власти пошли на нас встречу. Мы и дом построили кооперативный, мы и право повторного заселения, жилья получали и так далее. Но эту проблему кое-как мы сняли. Снялась проблема, но и перестали приходить. 15 февраля. На сегодняшний день, когда-то у нас губернатором был Александр Ефимович Никобсон. И мы-то так написали целую петицию, что сегодня нужно, как говорится, нашей организации, нашим ветеранам. Он мне задал вопрос, скажите, а что сегодня могут афганцы для города? Я замолошал. Так вот, сегодня ваша главная задача – это ходить в аудиторию студенческую, ходить в аудиторию школьную и рассказывать. Заниматься военно-патриотической работой. Так вот, на сегодняшний день, даже в преддверии вот этого 15 февраля, сложно найти людей для того, чтобы закрыть все школы. Вот сегодня по инициативе управления образования, городского отдела образования, в школах сочинения пишут. Афганец живет рядом. Вот они разыскивают афганца и пишут. У них конкурс будет, это одно из лучших сочинений, там будет даже, ну, там, сидели призы свои и так далее. Так вот, я вам скажу, мне звонят заучи, педагоги-организаторы, ну, дайте афганца, потому что кому не звоним, отказывается. Ну, как же так? Если тебя ребенок приглашают в школу, неужели трудно прийти, рассказать свою автобиографию, рассказать, что ты там видел, как ты видел, каким образом это все проходило? Я понимаю, что не все могут быть активны, и нисколечко. Ну, да, не все могут и рассказать. Да, да, да. Но у нас сегодня столько офицеров есть в городе, все-таки люди с высшим образованием. Да и после Афганистана, кто, как говорится, у кого такая возможность была, многие получили образование техническое, высшее образование. У нас сегодня афганцы грамотные люди. Спустя почти 30 лет после боевых действий в Афганистане пережитый стресс дает из себя знать проблемами со здоровьем. Михаил Григорьевич, мы подготовили сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. В декабре 1979 в Афганистан вошел ограниченный контингент советских войск. Началась война, известная как выполнение интернационального долга. Для более узкого круга в силовых структурах СССР спецоперация с целью смены руководства Афганистана. За 9 лет, 1 месяц и 18 дней войны наши потери в Афганистане составили 14 453 солдата и офицера. В среднем ограниченный контингент ежесуточно терял 4-х человек. Те, кто вернулись, вспоминают то время до сих пор и говорят о чувстве боевого братства. По мере силы возможности они помогают друг другу, родителям погибших друзей. Однако есть одна сфера, помочь в которой даже закаленные в боях солдаты не в силах. Многим там уже 5-й, 6-й десяток людям, да, и сейчас стало проблемой со здоровьем по вопросу трудоустройства или перезаключения контрактов. Многие тоже приходят и обращаются, скажем, в городской совет, в областной совет за предмет того, чтобы оказали посильную помощь в прохождении этой комиссии. Но я думаю, что все понимают, что на сегодняшний день та или другая должность, которую люди занимают, она каким-то образом обязывает человека, чтобы он был в полном здравии. Пожалуй, основное медицинское учреждение Гомельской области, в котором сегодня оказывается наиболее квалифицирован на помощь воинам-интернационалистам, областной клинический госпиталь ветеранов войны. Вместе с тем здесь признаются, провести реабилитацию всех афганцев невозможно. Не потому, что нет желания, а ограничены возможности. Мы оснащены самым современным оборудованием, чтобы проводить реабилитацию на любом уровне. И после инсульта, после инфаркта и чисто профилактическую реабилитацию у нас оборудования хватает. Другое дело, что массово для этой категории граждан провести мы пока не можем, потому что у нас центр реабилитации областной. Он рассчитан для всех жителей нашей области, которые страдают заболеваниями, особенно тяжелыми заболеваниями. И, конечно, мы проводим реабилитацию для афганцев. Но это не чисто их центр, это центр областного значения. Тем временем, с годами ситуация со здоровьем воинов-интернационалистов продолжает ухудшаться. Не имея инвалидности, гарантирующей наличие пенсии, многие из них не могут найти работу по специальности. Да и не только по специальности. В областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане приводят конкретные примеры и подчеркивают. Даже юристы не знают, что делать в сложившейся ситуации. Очень много на третьей группе без возможности трудоустройства. Потому что в результате перенесения тяжелой контузии, мы вспомнили здесь Капачо весь такой, представлялся к ордену моего красного знамени. Правда, получил красную звезду. Тяжелая контузия. А сейчас у него перечень больше трех сотен мест работы и должностей, на которых он не может трудоустроиться. Может, неудобно называть фамилию, но получается, как только обращается по месту работы, в медицинских компьютерных списках он уже, скажем так, с меткой без права трудоустройства. Как быть дальше? Сегодня все понимают, новое специализированное медицинское учреждение для воинов-интернационалистов никто не построит. Нужны миллиарды рублей, которых просто нет. А поэтому медики предлагают вместе искать решение проблемы и уже озвучивают некоторые свои предложения. Чтобы сделать массовую реабилитацию афганцам, наверное, надо искать и другие пути, не касаясь госпиталя. И я думаю, что, может быть, надо начать реабилитацию не сразу с стационара, а может быть, надо начать с поликлиник. Потому что не все нуждаются в той реабилитации, чтобы ложиться в стационар. Потому что реабилитация в стационаре, она подразумевает уже глубокие изменения в организме, перенесённые после инсульта, инфаркта, после тяжёлых травм. Вот это реабилитация стационарная. А касаясь афганцев, то, наверное, можно часть афганцев пустить на реабилитацию амбулаторный путь. То есть поликлиники могут на себя взять часть нагрузки по реабилитации этого категории граждан. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане Михаил Жукевич. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, как решаются подобные проблемы со здравлением и трудоустройством в таких случаях? Понимаете, прокомментировать то, что сейчас мы увидели, конечно, очень тяжело его комментировать. Почему? Потому что, я вам скажу, наверное, с 2000 года, уже вплотную даже вот так, вот когда я стал депутатом Палаты и представителем, вот эта тема пост-травматического синдрома, я уже не однажды выступал, я не однажды об этом и просил, и так далее, вот, чтобы наши люди в белых халатах, как говорится, об этом, особенно наше учебное заведение, ну, каким-то образом озвучили эту тему. Почему? Потому что, когда закончилась война в Афганистане, или же тот или иной воин-интернационалист приехал к себе на родину, вот, ну, тогда же молодые были, никто об этом не думал. Вот все эти стрессы, которые люди прошли, вот, ну, вот кто-то сегодня, по-моему, или журналисты даже спрашивали, ну, какой-то такой, я считаю, неправильный вопрос, нужна ли была нам война? Скажите, а кто сегодня скажет, что любая война нужна? Нет, конечно, да, любая не нужна. И на любой войне человек получает стресс, стресс, который сегодня не проявится, завтра нет, а послезавтра он вылезет. Вот. И на сегодняшний день при прохождении ежегодной диспансеризации наши воин-интернационалисты получают два диагноза – нервные заболевания и сердечно-сосудистые. Вот. И признать, что это результаты посттромбочистского синдрома никто не хочет, потому что сегодня это неузаконено. Вот. И то, что сегодня приводили пример наши воины-интернационалисты, да, сегодня это есть. Вот. Я, помните, вы когда-то мне говорили о том, что я прихожу в студии без бумажки и так далее. Вот я специально сегодня принес бумажку. Вот. Заключение поликлиники нашего воина-интернационалиста. Вот. О том, что ему противопоказано. И вот на трех листах, вот, более ста специальностей и специализаций и направлений в работе ему противопоказано. Вот. И вот диагноз – эпилепсия. Закон по закону, конечно, эту болезнь нельзя на сегодняшний день вылечить и так далее. Но. Есть на сегодня требования, медицинские требования, где должно быть там количество приступов в неделю, там, или в месяц и так далее. Я не осуждаю врачей нисколешко. Они такие же самые, как и мы, загнанные вот в эти рамки. Вот. Но. Ему нельзя и группу инвалидности дать. И нельзя на работу устроить. А куда человеку деться? Вот. Точно так же, как и на сегодня проработал человек водителем. Он идет в комиссию, надо проходить на правопригодность. А его давление – 160-150. Все. Он не имеет права водителем работать. Ну, скажу честно. Вот. И хочу сегодня поклониться перед людьми в белых халатах. Они идут навстречу. Попросишь, да, подскажут, что нужно делать. Пойти в госпиталь, пойти там в больницу, пойти на дневной стационар, на недельку прокапаться и так далее. Да, пока где-то так на грани вот таком вот мы решаем эти вопросы. Но это же неправильно. Вот. Я скажу вам честно. Я где-то лет 5 или 6 назад был в Ирландии. И когда английские войска, они там, по-моему, есть, принимают участие в войне в Афганистане, в Ирландии, это самое, пришли из Афганистана два человека с ранениями. У них три центра реабилитации создано уже. То есть, это не то, что там огромные центры. Нет. При лечебном учреждении специальные люди, которые разрабатывают программы и так далее, человек может обратиться туда и пройти вот то, что он получил стресс. У нас этого не произошло. То есть, этого не было. И сегодня все это выходит, вылазит и так далее. Вот то, что там главный ураг прокомментировал. Да, вопросов нет. Сегодня у нас изумительный госпиталь. Вопросов нет. Оснащен он и так далее. Но вопрос по лечению этой категории. Ну, конечно, надо на сегодняшний день совместно садиться. Я думаю, что мы будем садиться, будем искать какие-то пути, выходы и так далее. Сегодня у нас был республиканский центр реабилитации в Витебске. Но он на сегодняшний день получил уже статус Витебский областной. И завтра Витебляне скажут, что, извините, у нас своих людей достаточно. И перестанут нам давать эти путевки или же направления. Поэтому еще раз говорю, что проблема из проблем. И я сегодня призываю наших людей в белых халатах, особенно научную, интеллигенцию докторов, что давайте мы к этой теме вернемся. Давайте мы продумаем, как, что, подключим наших депутатов, для того, чтобы узаконить, если человек не может сегодня по состоянию здоровья работать, ну, надо ему каким-то образом. Я понимаю, что ситуация там уже и тяжелая, и все, но оставлять человека, вот как вот эта ситуация, оставлять его один на один без средств существования, но это неправильно. Я живу и на стороне нанимателя, потому что сегодня... Конечно, никто ведь не имеет права приступать к закону. Сегодняшний день приступит к закону, а завтра случится какая-то, не дай бог, травма производственная. А сегодня, согласно коллективного договора, он должен семьи будет выплачивать 10 средних годовых заработных плат. А это миллиарды рублей. Я нанимателя понимаю. Ну вот. Поэтому это проблема из проблем. Михаил Григорьевич, на следующей неделе исполнится уже 27 лет, как были выведены войска из Афганистана. Традиционно у нас проходят мероприятия к этому дню. Расскажите, пожалуйста, что планируете? Ну, очень много звонков сегодня идет, в связи с тем, что день памяти 15-го в понедельник, может быть, на выходные дни будет переноситься. Нет, никаких переносов не будет. В субботу и воскресенье будут проходить, начиная уже в пятницу мероприятия, многие уже будут проходить. Вот в субботу и воскресенье будут проходить мероприятия. Это посещение мест захоронений воинов-интернационалистов. Все мероприятия у нас в городе Гомель будут проходить в воскресенье, то есть в понедельник. В понедельник начинаются мероприятия из акции, которая одновременно начнется во всех наших храмах Гомельской области. Это «Зажги свечу памяти». Мы начнем это с собора Петра и Павла. С собора Петра и Павла зажгем свечу, поменем всех наших погибших, то, что так же будет в Мозыре, в Мозырской епархии. Ну и затем во всех наших храмах будут проходить службы. Все воины-интернационалисты мы собираемся в 13.00 возле Иверской церкви. Все наши гомельчане знают. Пройдет служба. После службы идем к нашему памятнику. Возле памятника митинг. После митингов в 16.00 в городском центре культуры, это Ириненское, будет концерт памяти. В пятницу в городском музее фотографий будет открыта выставка «Афганистан. Память и боль». Очень хорошая выставка, которая подготовлена руками воина-интернационалиста, Музея военной славы. Совместный проект был и областной организации. Поэтому часть выставки будет экспонироваться в городском музее военной славы. Михаил Григорьевич, спасибо большое за сегодняшний диалог. Не за что. Это был диалог с председателем областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Михаилом Жуковичем. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова